Микс Ньюс Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз продолжаем работу в прямом эфире. Мы знаем, что буквально вчера Сейм на неочередном заседании принял главный финансовый закон страны с опозданием на 3 комы сколько там, 3 дня. Позже, ну, по крайней мере, сегодня мы будем жить при бюджете, когда президент его подписывает при бюджете 2019 ну, премьер-министр как мантру повторял, что это технический бюджет. Что это такое и вообще какие еще изменения нас ждут? Об этом мы поговорим с экономистом, всем нам известной Евгением Зайцевой. Добрый день. Добрый день. Может быть, я начну с такого, не знаю, может быть, не самого главного финансового документа страны, хотя это тоже важно, а с такой темы, которая многих волнует. Мы знаем, что изначально Минфин предлагал сократить вот этот вот максимальный лимит сделок с недвижимостью, с наличными 7200 вот сейчас, да, до 3000 евро, но потом, я так понимаю, сами политики испугались того, что могло случиться, и в результате пока решили этот лимит не снижать, но зато запретили вот сделки по отчуждению, ну, фактически купли-продажи недвижимости, теперь наличные использовать нельзя. Хотели, я так понимаю, запретить покупать автомобиль за наличные, вот выше этой суммы, но тоже решили пока не запрещать. Что это и зачем это? Ну, что и зачем, это вообще непонятно, потому что норма ограничения 7200 расчетов наличных между физическими лицами в рамках года и запрет на покупку недвижимости за наличные деньги, у нас уже в законе о налогах пышных в 30-й статье существовала эта норма. То есть, фактически уже сегодня ты не можешь за наличные деньги? Она уже была, она год или два уже действовала, то есть, весь 2018 год она точно действовала, по-моему, она действовала в 2017 год. Поэтому я никак не могла понять, вокруг чего танцуют, а об чем говорят. Или это была попытка привлечь внимание, какой мудрый господин новый министр финансов, или что-то другое. Но в любом случае, я специально вчера посмотрела, как там эти поправки были сделаны, они были настолько смешно поданы, и там запятые менялись вообще, непонятно, что хотели сказать. Ну, или непрофессионализм новых депутатов в семье, которые пришли и мало понимают вообще в налоговой сфере. Да, вот все-таки, а какова цель? Это вообще все-таки так все под эгидой борьбы с теневой экономикой, потому что вот там следующие задачи, я так понимаю, которые поставлены господином Каличем, это капитальный ремонт финансовой сферы, введение, одна из пунктов, я так понимаю, легальной презумпции, где каждый из нас должен будет доказывать, откуда взял деньги, если нет, конфискуют. Нет, начнем сначала, что у нас по норме закона о налогах и пошлинах отсутствует презумпция невиновности налогоплательщика. Уже сейчас? Да, она всегда была, то есть у нас там прописано, что налогоплательщик сам должен доказывать, обосновывать свои расчеты налога, доходов и так далее. То есть у нас нету презумпции невиновности по налогоплательщикам. Именно этим мы отличаемся от Эстонии, да, где присутствует презумпция невиновности для налогоплательщика. Именно поэтому эстонцы спокойно пользуются для уплаты налогов единым налоговым счетом. То, что нам хотят навязать, то, что подготовлено и записано уже в нормативные акты, это должно вступить в силу с 2021 года, что мы все налоги будем платить в один котел. Интересно. Когда я об этом поднимаю вопрос, что это приведет к развалу бизнеса, к хаосу и еще большему недоверию к налоговой инспекции, мне утверждают, в Эстонии все в порядке, но там концептуально другой подход. И вот, допустим, при такой ситуации, которая сложилась сегодня, при выполнении бюджета за два месяца, налоговая инспекция выдала информацию, вот представьте, Абик, вам нужно заплатить какой-то налог, какой-то налогопереплата. Вы ведете учет, и вы решаете, нет, вот у меня переплата сегодня по подоходному налогу с населения, я не буду просить этот налог назад, не буду просить его за отчет. Почему? Потому что в следующем месяце у меня будут выплаты, которые связаны с этим налогом. То есть я уже оплатил, я больше не хочу его возвращать. А там будет налоговая инспекция теоретически решать, в погашении какого налога и чего заплатить. Это безумие, которое нас ждет. Господин Карич, думаю, еще об этом просто не понимает и не знает, скорее всего, потому что это было сделано по-тихому, и это уже прописано. Так что, в принципе, Господин Карич изначально заявил правильно. Он заявил о необходимости реформы, но все почему-то подумали о реформе в налоговой сфере. Но он сказал иначе. Он сказал, что нужно привести в порядок административное отделение Латвии. Потому что если не привести в порядок, то есть не вернуть назад административную реформу 2008 года, то дальнейшее развитие нашего государства просто физически невозможно. Ну, он прав? Абсолютно прав. Потому что, когда сделали реформу 2008 года, то фактически разрушили экономическую структуру государства. И система государственных и самоуправленческих обязанностей была разрушена. Почему? Были районные центры, в которые за энтое количество веков, то есть формироваться эти районные центры начали примерно в XIII веке. То есть это бывшие рыцарские замки, которые достигли успеха, которые превратились в города. Вокруг них сложился город. К этому центру подтянулись дороги, к этому центру была сосредоточена система образования, система медицины, социальной помощи и так далее. Когда в 2008 году все это разрушили, и непонятно по какому добровольно-свободному принципу желания просто заработать деньги местных жителей, волости, пагасты превратились в новоцы и стали самостоятельными. Самостоятельными административными образованиями, в центр которого его жители попасть не могли. Потому что в большинстве случаев просто даже не было дорог, не было общественного транспорта, чтобы попасть в центр новоца за какой-то помощью, за обращением и так далее. И вот сегодняшняя реформа образования, когда от самоуправления требуют до конца, до начала следующего учебного года подать информацию о том, какие школы будут закрывать, реорганизовывать, это беспоминственное действие сегодня. Это даже не лягушка, которая, попав в молоко, сбивает лапками масло. Масло не получится, потому что это просто режется по-живому, неизвестно зачем и почему. Потому что пока мы не определимся, какова будет административная структура территории Латвии, мы не можем определить, где какие школы должны быть, где должны быть начальные школы, где должны быть основные школы, где должны быть средние школы, где должны быть гимназии и так далее. И поэтому вот эта сегодняшняя перетрубация школы вокруг этого всего – это, в принципе, нанесение вреда здоровью государству, так можно сказать. То же самое касается и медицины сегодня. Поэтому Каренч сказал о необходимости административной реформы, то есть упорядочивания структуры государства. Это, в принципе, логично. Что касается, вот все-таки, мы сейчас вернемся к бюджету, но раз вы упомянули здравоохранение, я думаю, наши радиосужбы прекрасно помнят, что вы одной из первых, весьма жестко критиковали всю эту политику, не знаю, двух корзин, большая, маленькая, где врачей там превращают в каких-то налоговых инспекторов, которые должны были проверять по компьютеру, заплатил человек там социальный налог, не заплатил. Хотя мы знаем, что, в принципе, здравоохранение в основном финансируется из госбюджета, из основного, которое, кстати, из подоходного налога-то собирается, не социального. Да. Да. Ну, я так понимаю, что в том числе, видимо, и к вам прислушались, но сейчас уже новое правительство делает, задний ход дает, я так могу сказать, да? Ну, здесь сработала, так скажем, политическая чуйка госпожи Винкеля. И, скажем, ну, она звезд неба не хватает, но чуйка сработала. То есть, вот эта вся проблема с этими коррупционными схемами и так далее, она, видно, почувствовала, как человек, давно находящийся в политике, что может наступить час икс, когда ответственность перестанет быть только политической, но может стать уголовной, административной и финансовой, да? А ей нужно было подписывать уже финансирование этой программы ЕВС-Алыба на третий этап. И вот здесь вот она, как она объявила, что она решила разобраться, что же есть, чего будет и чего еще надо добавить. Плюс второе, если вы помните, в начале января должна была быть запущена возможность получать медицинские услуги, исходя из медицинского страхования государственного флота и государственного медицинского страхования этого взноса. И система, которая должна была это обеспечить, при первом запуске дала сбой, то есть она не заработала. Потом якобы она вроде заработала, но в итоге все спущено на тормозах. Вот это государственное медицинское страхование, оно является, ну как бы обычным стандартом для многих стран мира, включая наших соседей литовцев. У них медицинское страхование составляет 2%, 2% в год. Но у нас опять поспешили и сделали кишмиши розы. Именно здесь, я думаю, что постарался господин, наверное, Рейрис, еще приложил ручку, он в это время был министром благосостояния, то есть как бы отвечавший тоже за здоровье, и выработали вот это две корзины, и не смогли четко определиться, кто за что должен платить. Плюс присоединили этот социальный платеж к самодостаточной системе социального страхования. Нужно было создавать дополнительно отдельный налог, соответственно, закон и правила его применения. Пока это не будет исправлено, эта система не будет действовать. Она не может двинуться с мертвой точки, потому что она является пятым колесом в телеге социальной системе. Логично было бы ее исправить тем, что право на медицинское государство, медицинское обслуживание имеет те, кто платит социально, те, кто работают внутри страны, живут внутри страны, платят социальный платеж в размере одного процента от минимальной месячной зарплаты. Это нормально, по-моему. Ну да, и дальше четко определить списки, кто имеет право на неуплату этого медицинского социального страхования. Вот здесь как раз Министерство Здоровья и споткнулось, потому что, как мне говорили, инсайдерская информация, не могли заставить чиновников и других ведомств выдать нужную информацию или не могли запросить ее правильно, чтобы правильно сложить. Так же сейчас как ОИК, то есть появилась открытая информация, а сложить ее нельзя, потому что ее запросили, подготовили, но не сделали систему. Да, ну может быть, если останется время по ОИК тоже поговорим, возвращаясь все-таки к бюджету, что касается технического бюджета, что это вообще значит, и нельзя ли сказать, что таким образом глава правительства новый пост с себя снимает всю ответственность. Говорит, ребята, ну тут уже чиновники все составили, бюджет технический, мы и так опаздываем, не просите дополнительных денег, и в следующем году он сказал, хотя уже бюджет не будет технический, ну понимаете, особо на какие-то увеличения расходов не надеетесь. А где же все эти обещания бесконечные, там 500 минималка, 500 необлагаемый минимум, 500 необлагаемый минимум пенсии и дальше, и дальше, и дальше. Ну вот эти все обещания, которые были даны сегодня правящей элитой в своих предвыборных обещаниях, они все были популистские, потому что даже просто увеличить минимальную зарплату сегодня просто нельзя, потому что если увеличить минимальную зарплату, то автоматически рушится вся налоговая система обложения доходов физических лиц, которая начала действовать с 2017 года и которая привела к долгам по итогам 2018 года. То есть даже вот эта проблема, там заложено все исходя из минимальной зарплаты 430. И если минимальную зарплату поднимать, то всю эту систему тоже нужно математически пересчитывать. А технический бюджет, ну скажем так, все это выглядит смешно, потому что вполне можно было принять еще до конца 2018 года бюджет на 2019 год, потому что он действительно физически был готов и был согласован с Евросоюзом, с Еврокомиссией. Можно его принимать спокойно. Да, почему не стали его принимать? Или в силу некомпетенции депутатов сейма, которым хотелось что-то свое привнести? Он такой, какой он есть. То, что в нем цифры больше, чем в предыдущем году, ну скажем, оно из года в год больше, из года в год идет инфляция, причем сейчас идет открытая инфляция уже второй год. Ну чего, вот... Довольно большая. Да, достаточно большая. Ну хорошо, ну вот, допустим, общие доходы 9 миллиардов. Это государственный основной бюджет. Но если мы исключим доходы специального бюджета, которые составляют... Специальный бюджет имеет доходы почти 3 миллиарда, то есть 9 минус 3 уже остается 6. А если из этих 6 с лишним мы отнимем миллиард 120 миллионов записанные здесь доходы в виде иностранной финансовой помощи еврофонда, еврофонда, то останется что? 6 минус миллиард с копейками останется уже 4 неполных 5 миллиардов. Если мы еще уберем доходы от каких-то услуг, то есть получается 4,5 миллиарда это сумма, которую располагает правительство. Не шибко. Да. То есть, мягко говоря, идет игра и манипуляция цифрами. Когда господин Рейлер докладывает сколько много тратится на социальную сферу, он лукавит, потому что он эти 9 миллиардов делит и берет во внимание специальный бюджет, который мы сказали, он вот запланирован почти 3 миллиарда. Не так уж и много. Ну, треть бюджета, да. Так что, ну, поэтому треть он и говорит, что мы там 40-50 процентов что-то... А были ли возможности, я понимаю, что это как сейчас модно говорит политическое решение, а были ли возможности по-другому вообще строить бюджет и действительно уделить больше внимания вот как модно сейчас говорить вот этой пропасти между богатыми и бедными, социальные неравенства, там можно много терминов употреблять. проблема в другом. У нас правящая элита никак не может понять, в чем проблема. Почему мы вот стараемся, 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 а лучше не живем. Это понятно, потому что они отражают то, что им говорят чиновники. А чиновники реальной жизни не знают, и большинство из них училось уже по современным отсталым учебникам экономики, экономики, которые на Западе сегодня серьезно уже пересмотрели, которые не имеют никакого смысла. То есть все эти показатели, все параметры, которые там называются, рассказывают неправду. Ну вот недавно профсоюзники выступали. Давайте увеличим минимальную зарплату до 500 евро. Позитивный эффект сократится теневая экономика. Это что, задача, извините, профсоюза? Нет, они как бы борются за права трудящихся, мы поднимем минимальную зарплату с 430 до 500, экономически кумулятивный, то есть совокупный эффект для экономики сократится теневая экономика. Простите меня, господа из профсоюза, вы знаете, что если мы поднимем минимальную зарплату, то у нас процентов 10-20 мелкого бизнеса просто умрет. И эти люди придут на биржу. Они придут самоуправление за помощью и так далее. То есть потратим еще больше? Да. Или вот давайте вот обещали отменить налог на недвижимость, на единственное жилье. Давайте отменим. Это порядка 80 сколько-то там миллионов. Давайте отменим. Ну тогда просите меня, господа, а вы же придете за помощью в самоуправление? А самоуправление скажет нету. У нас треть бюджета таким образом просто ликвиднулась. Потому что это второй главный источник дохода в самоуправление. То есть мы должны понимать, чего мы хотим по-настоящему. И проблема очень простая. Надо сокращать расходы бюджета, надо сокращать госаппарат. Это стопроцентно естественно депутаты Сейма все это мирно отвергли. Были эти предложения. Все отвергли. Но с другой стороны допустим, ладно, пока не будем трогать госаппарат. Давайте просто-напросто немножко перестроим систему планирования расходов. У нас есть определенное количество налогов. И давайте распределим, какой налог на какие расходы идет. То есть у нас есть налоги, которые платят автомобилисты. Это акциз, это ежегодная пошлина, налог на легковые транспорты автомобилей. Сейчас появилась еще цель Нодова за перевозки за пределами Натуй. Давайте сосчитаем эту сумму и выделим на ремонт дорог, на дотации на автотранспорт и так далее. Вот именно оттуда. Привемся ненадолго новости рекламы. Евгений Зайцев у нас в студии. Не переключайтесь. Ньюс. Да, продолжаем. Мы прямо в эфире Евгений Зайцев экономист у нас в студии. Мы говорим о финансовых вопросах, о бюджете, бюджете на этот год. Вот есть разные... Я просто вернусь к тому, чем закончу. Я начала говорить, какие налоги и куда распределить. По автомобилям на дороге все знают. Которые тоже на дороге не идут в основном. Да, которые не идут. Господин Валдей Домбровский в рамках своего теории успеха он просто обрезал деньги латвийского бюджета, которые шли на дороге. Оставил только евро деньги. Ну, мы видим на улице результаты. Ну, шли 300 миллионов из государственных латвийских денег и 300 было из еврофондов. Вот эти 300 из латвийского бюджета просто обрезали. А есть у нас, допустим, налоги на вредность. Азартные лотереи, аксесс на алкоголь, на табак. Да? Вот это все можно было бы направить на медицину. Логично. Конечно, потому что они и приносят определенный вред здоровью, прямо говоря. Конечно, напрямую, то есть компенсация. Налог на природные ресурсы туда же направить. Дальше, допустим, на образование. Что на образование направить? На образование подоходный налог с предприятия или налог на добавленную стоимость и так далее. То есть можно было вот это распределиться. Допустим, содержание судов, прокуратуры, обеспечить пошлиной попробовать частично. Частично дополнительное финансирование. Ну и так далее. Вот если так подходить, плюс вести норматив, сколько должно стоить содержание отрасли, то есть администрирование отрасли, какой процент от базовых расходов на отрасль, то есть то, что отрасль зарабатывает и так далее, то тогда мы пришли бы к чиновникам. Но я вот не успела посчитать, сколько они в этом техническом бюджете опять заложили на содержание госаппарата. Я думаю, что опять больше того, что было. Потому что последние подсчеты показывали, если мы из затрат на содержание государственного аппарата убираем нужные расходы, то бишь армию, полицию, прокуратуру, КНАП, Пилсфон-миграции, Департамент, суды, считаем, эта зарплата нужная, не обсуждаем, большая, маленькая и так далее, то остаточная сумма остается, то есть на содержание министерства, агентур, ну так скромненько с каждого евро нам это стоило от 16 до 18 центов, то есть 16-18 процентов, но это вот это налоговые доходы, то есть мы сказали, что на следующий год, согласно этому бюджету, в распоряжении правительства будет 4 с небольшим миллиардом. Так вот, представляете, если с каждого цента, с каждого евро, который поступает в эти 4,5 миллиарда, из нашего бюджета в виде налогов, если 16-18 центов отдать на почти 1,5 часть отдать на содержание министерства и агентур, то какой эффект, откуда деньги будут на медицинное образование, их не будет просто-напросто, никогда. К сожалению, и не похоже, что в следующем году будет какой-то кардинальный перелом вообще в этой бюджетной политике. А его не может быть, пока не будет принята концепция пересмотреть расходы бюджета, потому что в том же бюджете есть очень крупная статья расходов на миллиард-полтора, которую надо было пересмотреть, которая всегда поступает, вот бюджет, который предоставляется в СЭМ, она поступает в закрытом составе, и никто в нее не углубляется в Министерство финансов, да, и просто по факту поставляет каждое министерство и все. А там деньги просто добавляются, каждый год добавляются и добавляются на какие-то задачи программы, но никто не оценивает, списали, уменьшили ли платежи по программам, которые уже закрылись. Я так понимаю, что с каждым годом растут расходы на содержание аппарата министерств, и вот это предложение оппозиции о том, чтобы сократить количество работающих в госуправлении на 30%, естественно, было отвергнуто. Конечно, но отвергнуто, это раз. Во-вторых, содержание госаппарата растет по одной простой причине, что в нормативных документах прописано, что ежегодно повышается зарплата чиновников и работников госаппарата в рамках повышения среднемесячной зарплаты по стране. То есть, мы повышаем им зарплату, это автоматически увеличивает среднюю зарплату в стране, и таким образом мы обеспечиваем им повышение зарплаты в следующем году. Вот эту позицию надо было бы остановить. Как господин Домровский сосновил в бюджете 2010 года, он остановил необходимость создавать аутоцелефонду. Ну, вот господин Карич сделал бы такой пункт, но он не может, наверное. Он не состоятель, у него нет политической воли, или он не понимает этого. Здесь вот одно из двух. Вот многие считают, что вот это лихорадочное придерживание самых жестких требований фискальной дисциплины тоже ват и вредит. Нет, я не говорю, что надо плодить долги, но вот мы и говорим, 0,5% дефицит бюджета и не грамма больше. А почему? Почему мы не могли бы чуть-чуть увеличить бюджетный дефицит и, не знаю, профинансировать те иные сферы, чтобы вообще государство развивалось? Ну, мы даже с этим дефицитом можем финансировать, только деньги надо по-другому распределять. Вот то, что я сказала, эта программа называется субсидии и дотации, она составляет где-то до полутора миллиардов она в разные годы составляла. Вот здесь надо копать, на что уходят деньги. Потому что там деньги выделяются каждый год, все увеличивается, увеличивается, но никто не рассматривает, куда они уходят. Ну, я не знаю, вот процесс, о котором я говорила, о том, что в этом году у правительства Каренча будет печальная ситуация с нехваткой денег в бюджете она вот за первые два месяца уже полностью подтвердилась. Налоговая инспекция подготовила отчет о сборе налогов за два месяца, за январь и февраль. И констатировала, у них такая, как бы, небольшая есть проамбула, текстовая, что, например, у нас в конце января, в начале февраля автоматически налоговая инспекция просматривает те предприятия, у которых есть переплата ПВНа, налогодобавленную стоимость НДСа и автоматически возвращает на счет тебе эту переплату, которая есть по состоянию на первое февраля. Иногда раньше. Так вот, налоговая инспекция констатировала, что по этой статье возврат ПВНа за два месяца составил 196 миллионов двести тысяч. Так, скромненько, да? Скромненько. Вернулись в бюджет, причем эта сумма на 3,6% больше, чем была в прошлом году. То есть, это ежегодный возврат автоматический, который налоговая инспекция достаточно хорошо делает, на 3,6% увеличение. То есть, это означает, что мы имеем недобор налогонобавленную стоимость за два месяца. Хотя вот здесь цифры немножко непонятные. Что-то вроде больше собрали или меньше, непонятно. потому что плана нету еще. Дальше случилась вторая напасть. Впервые за 30 лет у нас в государственном бюджете по статье «Подоходный налог с предприятий» по итогам двух месяцев показался знак минус. Минус 3 миллиона 282 тысячи. То есть, итог сбора налога за два месяца минус 3 миллиона 282. Причина очень простая. Налоговая инспекция четко прописывает, потому что они четко понимают, что новые концепции подоходного налога с предприятий лишила государства объекта налогообложения. И сделанные в прошлом году добровольно-принудительные авансовые платежи в течение полугода большинства этих сумм являются суммой, которую нужно вернуть предприятию. И вот налоговая инспекция опять-таки подвела итоги и рассказала, что за два месяца она была вынуждена из бюджета выплатить 20 миллионов 740 тысяч по статье «Подоходный налог с предприятия». Сколько они сделали зачетов за счет этой переплаты по доходу? Мы не знаем, то есть этого не видно отсюда. Но то, что вот уже 20 миллионов возвращено и то, что по итогам двух месяцев мы имеем показатель минус по этой статье, это то, о чем мы говорим. И господин Каренович должен на это обратить внимание, что фактически сбор налога, который был сделан в прошлом году 200 с лишним миллионов примерно, даже там больше было собрано, но в любом случае примерно 200, может быть 190, миллионов, это сумма, которую придется вернуть. И как они собираются получить еще 200 миллионов дохода в этом году, неизвестно. То есть, вот бюджет планирован с дефицитом 0,5%, что уравняется где-то 200 с копейками миллионов, да, но вот по статье «Подоходный налог с предприятий» запланировано получить 200 миллионов с лишним, и, ну, по грамотным оценкам, этого, скорее всего, не произойдет. Плюс придется заплатить за незаконный, так скажем, сбор налога в 2018 году. Незаконный по существу. Ну, было просто политическое решение, что полгода предприятие платит авансовые платежи, исходя из нормы 2016 года. Ну, заплатили, но объекта налогообложения больше не стало, и поэтому этот налог переплачет, его надо вернуть. Ну, вот 20 миллионов с лишним, 20 миллионов 740 тысяч за два месяца уже вернули физически из бюджета. Если к этому добавить 196 миллионов 200 тысяч возвращенного ПВН, то есть из бюджета выплатили получается 196 и 20, 200, где-то 10, 215 миллионов. Колоссальные деньги, в принципе. Колоссальные, такого никогда не было, то есть ПВН возвращал. А еще же, сейчас у нас, это еще только два месяца, а у нас же еще уже объявлено, что государство должно покрятко сто, ну, 30-40 миллионов они точно должны людям за оправданные расходы, подоходный налог с населения. Плюс к возврату народ требует и правильно делает внесенные добровольно-принудительные платежи медицинского социального страхования. И госпожа Винкела подтвердила, что возвращается. Ну, нельзя держать то, за что государство не будет предоставлять услуги. Возврат возможен, это нужно делать через систему ЭДС, потому что налоговая инспекция возвращает налоговые платежи, там писать заявление и возвращать. Да, может быть, это тема отдельного длительного разговора, но раз уж мы говорили о возврате налогов, не могу вас не спросить о том, что, может быть, все-таки здесь что-то, меня такая мысль все время не покидает, было сделано неверно, что в результате честные налогоплательщики, мы сейчас не говорим про тех, кто находится в тени, да, которые, видимо, работали не в одном месте, да, или там у которых были дополнительные доходы официальные, оказались, вот, когда они начали заполнять декларацию, выяснили, что они должны государству из-за этих вот разниц в процентах, это кто не доработал? Ну, главная проблема нашей страны это проблема коммуникации. Да. То есть, ну, вот мне там рассказывают какой-то ролик есть, как налоговая инспекция объясняет, что выдумало министерство финансов, то есть, опять-таки, налоговая инспекция не виноватая, все, что произошло, это результат работы министерства финансов, и нужно обращать требования к министерству финансов, потому что это их брак. Они, когда сделали поправки и разработки, ну, видно, у них там или ротация, или что-то еще, но получается так, что те, кто первоначально это разрабатывали в 17-м, для 17-го года и вводили в 17-м году, не были связаны с теми, которые это делали для 18-го года, то есть, там база была сделана, введена уже в 17-м году, то есть, разработана в 15-м, это все вот как бы произошло, и если бы людям тогда объяснили, что, ребята, мы вам для вашего блага с 1-го иноря 18-го года налоговая инспекция по нашему указанию определяет ваш дифференцированный месячный необлагаемый минимум, но для этого берется уровень ваших доходов за полтора года до этого, и если у вас эти доходы резко увеличились за последнее время по сравнению с тем, что было начиная с августа 16-го года, то тогда отреагируйте и скажите бухгалтеру, чтобы он этот необлагаеменим не применял. Вот это не было сказано. То есть, сейчас вот я много очень выступаю, рассказываю, объясняю народу, что, ребята, вот вам опять с 1-го иноря 2019-го года выдали новый месячный персональный дифференцированный необлагаемый минимум. Да, учтите это, да. Учтите это, посмотрите, посчитайте свои доходы, которые у вас были, начиная с августа 2017-го года до конца 2018-го, на основании этих доходов вам поставили этот минимум. Если у вас доходы в этом году подросли, бегите к бухгалтеру, пишите заявление, снимайте этот минимум. Налоговая инспекция, что она могла сделать? Она сделала в системе ДС для каждого человека возможность зайти и поставить галочку «Не применять минимум». То есть, тогда налоговая инспекция, если поставите такую галочку, сообщит вашему бухгалтеру, что минимум... это можно было сделать уже? Это сейчас можно сделать, да. Но проще добраться до своего родного бухгалтера, ему написать заявление, и он не будет применять, потому что бухгалтера тоже до конца не понимают систему, их тоже можно понять, потому что с 1 января 2018 года вступили поправки, и сегодня мы имеем для расчета зарплаты четыре схемы расчета налогов. Бухгалтера, ну, были ошибки в программах, еще что-то, потому что нужно было программы переписывать бухгалтерские для расчета зарплаты, и все это затянулось, и бухгалтера просто догоняли, бежали, и не задумывались. Это тоже одна из проблем, что бухгалтер не всегда задумывается, а что же он делает. Вот этот бюджет вообще может каким-то образом или это не взаимосвязанные вещи, и вся эта вот налоговая политика, не знаю, способствует притоку, оттоку инвесторов, потому что мне кажется, что да, какие-то инвестиции происходят, правда, почему-то в основном в торговый сектор, вот сегодня тоже один большой торговый центр на Москве открылся, но все-таки не туда, по-моему, инвестиции идут, если они идут. Дело не в этом. Дело в том, что у нас руководство страны, опираясь на чиновников, которые руководствуются мифами, плюс включается непрофессионализм сегодняшнего депутатского корпуса, который тоже живет как обычный обыватель мифами, главный миф нашей страны, что у нас главная беда в теневой экономике, и надо чем больше и больше контролировать, и тогда мы эту теневую экономику преодолели. Господа, я вас слушаю, слушаю, там какие-то заключения, но вы понимаете, ни в одном исследовании, которое вы заказали, которое вы читали и так далее, ни один презентующий не уточнил, что же он понимает под теневой экономикой. А если серьезно... А может он не знает до конца? Ну да, он просто использует какую-то математическую модель, метод и так далее, потому что теневая экономика, она разная, она разная в каждой стране, классический тип теневой экономики это наркотики, это оружие продажи, теневая экономика. Это проституция, но проституцию Евросоюз уже легализовал, это стало уже не теневой экономикой, это включено в расчет... У нас же только политическая. Нет, это включено в расчет валово-внутреннего продукта, поэтому в Европе подрос валово-внутренний продукт у нас тоже, но дальше в нашей стране, например, главная теневая экономика это так называемые откаты чиновникам за принятие решения, то есть, по сути дела, теневая экономика это у нас коррупция. Значит, если мы хотим бороться, ну, сократить госаппарат не мешало бы, тогда, глянишь, тем, кто берет взятки, было бы их меньше и брали бы они тоже меньше. Вот уже прямая выгода. И тогда бы денежек в бюджете было бы больше. Но сегодня серьезно, по-настоящему никто этим заниматься не хочет. Вся необходимая информация есть в электронном формате, у налоговой инспекции. Им надо дать команду АТУ, предоставьте нам, пожалуйста, список реальных коррупционеров с документальным доказательством, без всяких расследований прокуратуры, КНАБА и так далее, без всяких маски шоу. Дадим команду и у нас высветятся в базе данных налоговой инспекции коррупционеры. Чем они отличаются? Люди получают относительно хорошую зарплату, но тратят больше, чем получают. Люди, которые получают маленькую зарплату, тратят больше, это та мелкая шушера, которая просто выживает и не идет государству за социальную помощь. Уже хорошо. Уже хорошо. Снимая хоть какую-то нагрузку в социальный бюджет. Это называется серая экономика, Литва по ней работала, Италия очень хорошо по этой серой экономике работает. А мы говорим, что вот эту шушеру надо ловить, вот это теневая экономика. Вот зарплату заставим повысить, вот у нас будет теневая экономика преодолена. Какой эффект будет колоссальный? Это вообще несвязанные вещи, по-моему. Это не сработает. Наоборот, загонят тех, кто вышел в теневой сектор, то есть вот этот серый сектор экономики. То есть люди по-прежнему будут зарабатывать кэшем, потому что слишком дорого. Минимальную зарплату уже больше поднять нельзя пока. 10-20% малого бизнеса просто закроется. К сожалению. Ну что, посмотрим, что будет в контексте 2020 года. Может какие-то выводы наши власти сделают. Евгения Зайцева у нас была в студии. Большое спасибо. Продолжение следует...